Всем привет! Вот у нас сентябрь и новый период жизни у беженцев из Украины. Поэтому в этом видео мы посмотрим, какие есть изменения для беженцев и что с этим делать. Но прежде чем перейти к делу, попрошу вас в комментариях написать ваше мнение или отзыв. Если вы беженец, то напишите, в какой вы стране находитесь, какая обстановка и когда вы собираетесь возвращаться в Украину. А если вы только собираетесь уезжать из Украины, то напишите, в какую страну и почему. И рекомендую посмотреть эти ролики, которые вы видите на своих экранах, информация из которых вам может пригодиться. Ссылки будут в описании к видео. А теперь подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на ролик в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, с 1 сентября во многих странах ЕС беженцев ожидает ряд нововведений. Беженцам из Украины придется переоформлять документы для статуса временной защиты, а также следует быть в курсе нововведений, которые касаются финансов. Франция просит продлить статус временной защиты. Украинцам, которые находятся в стране из-за войны и оформили статус временной защиты, после 6 месяцев пребывания срочно необходимо обновить его. В противном случае финансовые выплаты будут прекращены. Об этом идет речь на сайте правительства. Срок действия вида на жительство для многих украинцев истекает в сентябре, через 6 месяцев после прибытия в страну. Чтобы сохранить свои права на получение помощи, необходимо продлить свой статус в префектуре по месту жительства. Как это можно сделать и куда обращаться? Украинцев просят как можно скорее отправить документы, которые вы видите сейчас на своих экранах, в компетентное территориальное отделение ОФИ. Для быстрой обработки эти документы желательно отправить по электронной почте в компетентный территориальный отдел в соответствии с отделом проживания. Такие копии можно отправить по почте. Важно! При отправке по почте на конверте должны стоять слова, которые вы видите на своих экранах. Заявление следует подавать не ранее, чем за 3 недели до окончания действия статуса, но не позднее 3 дней до этой даты. Чехия. Тут в столице отменяют субсидию за жилье для беженцев из Украины. С сентября мэрия Праги отменяет доплаты владельцам жилья, размещающих украинских беженцев. Соответствующую информацию подтвердил мэр столицы Сдена Грижим. По его словам, город не может продолжать играть роль государства в кризисе с беженцами. А деньги должны быть направлены на решение проблемы резкого роста цен на энергоносители. Как известно, государственная субсидия в Праге составляет 250 крон, примерно 10 евро с человека в сутки. А из-за высоких цен в мегаполисе город выделял дополнительные 140 крон на человека за использование жилья. Польша. Тут перестанут менять гривны по выгодному курсу. Еще в марте беженцы из Украины в Польше столкнулись с невозможностью поменять наличные гривны на злотые по приемлемому курсу. Тогда Центробанки Украины и Польши договорились об обмене денег по фиксированному курсу. Чуть меньше 7 гривен за 1 злотый. Поэтому с 10 сентября курс обмена, скорее всего, будет невыгодный для украинцев. Так что в комментариях, пожалуйста, напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу курса и как украинцам выгоднее разобраться с этим вопросом. Германия. Тут начнут счет безвизовых дней. Как я уже рассказывал ранее, власти Германии пересмотрели правила пребывания для беженцев. Украинцы, находящиеся в Германии без оформления статуса временной защиты и у которых до 31 августа заканчиваются безвизовые дни, то есть 90 дней в течение 180 дней, должны либо покинуть страну, либо легализоваться. Подать заявки на статус временной защиты можно будет, пока военные действия не прекратятся. Более подробно об изменениях для беженцев в Германии вы можете узнать в этом ролике, который вы видите на своих экранах. Ссылка на него будет в описании к видео. Ирландия. Власти этой страны объявили о новой помощи беженцам из Украины. А именно на заседании 17 августа утвердили новую программу помощи украинским беженцам. Бесплатное обучение на курсах и выплату стипендий. При этом размер выплаты будет составлять 6115 евро. А подробнее по программе и как получить выплату в размере 6115 евро вы узнаете в новом ролике, который выйдет на моем канале. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать полезную и интересную информацию. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Пишите в комментариях ваши вопросы, что еще рассказать или показать. Или пишите ваши отзывы о вашей ситуации. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.